На оскорбление ответила ножом. Семейные распри в Донецкой области закончились в больнице. Накануне две сестры сильно выпивали, эмоции начали зашкаливать, а приятная душевная беседа переросла в настоящий скандал. В итоге одна из женщин уколола другую, но уже не словами, а кухонным ножом. Она начала обзвадить меня, оскорблять меня. И ударила меня по плечу. Я думала, что она меня будет бить. Нож попал прямо в грудь. Он прошел так глубоко, что без помощи медиков было не обойтись. Отрезвившаяся женщина сразу бросилась к телефону и вызвала скорую. В больницу впоследствии прибыли и правоохранители, чтобы выяснить, кто и почему набросился на женщину с ножом. В свою очередь выдавать родную сестру пострадавшая не собиралась. И чтобы отвести от нее все подозрения, она придумала совсем другую историю. Якобы они развлекались с незнакомыми ребятами. Весело выпивали, а потом те на них напали. Они начали изначально говорить о том, что какие-то неизвестные парни на улице в ходе конфликта причинили телесные повреждения. В ходе беседы с ними было установлено, что не совсем они дают, скажем так, правдивую информацию. В тот же день милиционеры вывели женщин на чистую воду. А подозреваемой ничего не оставалось, как рассказать всю правду. Мол, сестра задела ее заживое, а она вскипела и схватила нож. Как оказалось, женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за разбой. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Напомним, на прошлой неделе в Тернопольской области пенсионерка также пыталась защитить сына злоумышленника, который облил ее спиртом и поджег. Женщина не только не сообщила об этом в милицию, но и отказалась от госпитализации. Впрочем, скрыть преступление сына ей все равно не удалось. Тело пенсионерки обгорело настолько, что от серьезных ожогов женщина скончалась, а милиция в результате разоблачила сына злоумышленника. Сейчас мужчина под стражей, ему грозит от 7 до 10 лет заключения. В общем, такие случаи в Украине не редкость. Семейные преступления нередко пытаются скрыть, жалея родных людей, всячески оправдывая их. Но по статистике, такая защита обидчикам отнюдь не помогает. На своих ошибках учатся лишь единицы, а остальным, наоборот, это дарит ощущение вседозвольности и безнаказанности.